Сотня обстрелов за минувшие сутки таковы данные штаба АТО. Враг бьет почти по всем направлениям на востоке страны. 19 украинских бойцов ранены и травмированы. Варварскому обстрелу снова подверглась Авдеевка. Пострадали мирные дома. После ночных обстрелов город опять остался без света. Подробнее о ситуации в репортаже моего коллеги Геннадия Вивденко. Обстрелы Авдеевки продолжались весь вчерашний день и сегодняшнюю ночь. Начались пожары. Ночью сюда попал крупнокалиберный снаряд. Это окраина Авдеевки. Домы жилой, уничтожила полностью. Сейчас спасатели пытаются хоть как-то затушить пожар. Однако пока это удается с трудом. Хозяин дома остался инвалидом после обстрела из Града еще в 2014. Мужчина контужен и теперь вот новая беда. Кидали пять раз. И там на родину попадали. И сразу тут. И там у соседей, у двоих. Такие, аж ямы такие на улице. Я и мяк возил с горловки. Спасибо. У всех местных комбинатах. Спасатели работают тут всю ночь и весь день. Тушили соседние дома и постройки. Пацаны тут пахали так. Понимаешь, в чем дело? Ветер боковой и с леса идет. И они затушат. А оно разгорается, разгорается. Ну, шпальные дома. Ну, МЧС хорошо. Блин, пацанам там на коленях надо стоять и говорить спасибо. Это... Это не люди, это хибори. В таком дыму дом отбили. Молодцы. Все отлично. Отлично хватает? Да. Хватает все нормально. Сейчас магистралку перекидывают. Мы занимаемся. Стреляли вчера целый день. Что-то тяжелое, глухое такое. Улица, конечно, у нас не то, что прифронтовая, а фронтовая. В каждом доме. Ну, короче, все побито у нас. Тушили пожар также журналисты и офицеры пресс-центра штаба АТО, которые приехали сюда ночью на съемку. После обстрела в городе вторые сутки перебои с водой. Всем чем могли. Глиной, грязью. Все лужи, которые были, мы использовали сюда. На огороде снега из вынесли. Пострадало у нас на сегодняшнюю минуту 8 жилых домов граждан. Это в основном старая часть города. Обстрелы велись по промзоне, по району царской охоты. Но отдельные снаряды долетали до жилых массивов города. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал. В районе, который подвергли обстрелу, появляются представители миссии ОБСЕ. Мы приехали, чтобы увидеть результаты произошедшего сегодняшней ночью. Это ужасная ситуация, но хотелось бы избежать преждевременных выводов. Как только наблюдатели покидают обстрелянную улицу, начинается новая атака. Без 5.11. Снова начался обстрел жилых кварталов Авдеевки. Приходится приседать и прятаться, чтобы не попасть под осколки. Летит. Быстро бронежилеты. Все одели. Вы сели. Спасатели на время обстрела устраивают себе перерыв на перекур. Под соседним гаражом. На улице Чернышевского в Старой Авдеевке не осталось ни одного дома, который бы не пострадал. Как, впрочем, и на соседних улицах. Геннадий Вивданко, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Субтитры создавал DimaTorzok